Давайте откроем Слово Божье сегодня и начнем. Я хочу поговорить о проверке вашего слуха. Кто-нибудь проходил такую проверку раньше? Я никогда не проходил, но когда у меня слух стал падать, мне сказали, что мне хорошо бы пройти такую проверку слуха. Но зато мы все знаем о проверке зрения. Мы все ходим к доктору и проверяем наши глаза. Но сегодня я хочу поговорить с вами о слухе. Пожалуй, давайте начнем с библейского вопроса. Вот библейский тест для тех, кто каждый день читает Библию. И вы знаете, что должны это делать, чтобы быть сильными в Боге. Может быть, вы состоите в служении какое-то время. Вот такой вопрос. Мне помогут наша команда по видеослужению, и кто помогает, чтобы нас видели по видео. Какое самое часто повторяющееся, довольно длинное предложение в Библии? Не то, как Бог возлюбил мир, отдал Сына Своего Единородного. Это говорится только один раз. И я не говорю о словах, псалмах, благослови Господа, душа моя, аллилуйя. Это только фразы. Я говорю, какое предложение в Библии в Ветхом или Новом Завете повторяется чаще всего. Ответ. Это предложение состоит из 13 слов. В русской Библии из 8 слов. И оно повторяется чаще, чем какое-либо другое предложение, которое вы можете найти в Библии. Давайте посмотрим. Давайте подумаем. Бытие, Исход, весь Ветхий Завет, все исторические книги, Второзаконие, книги царств, Параполиминон, Иов. Вот он сказал, вот, он убивает меня, но я буду надеяться. Нет, он сказал это только один раз. Псалмы, как я уже сказал, мы не можем рассматривать те стихи, которые просто говорят «Слава Богу!» Это повторяется снова и снова. Но это не целое предложение, только часть из предложения. Пророки? Пожалуй, нет. Благословенно нищие духом? Нет, они меняются блаженно нищим духом. Они меняются, используются разные прилагательные. Они всегда разные. Книга Деяния, описание апостолов. Там какое предложение, где же оно, где оно было в Библии? Книга Откровения. О, мы добрались до Книги Откровений. Мы нашли это предложение. Совершенно одинаково повторяющиеся 13 слов в американской Библии, их 13, в русской 8 слов. Эти слова повторяются 7 раз. Абсолютно одинаковые слова повторяются 7 раз. Наверное, это важно. Наверное, это важно, если Бог вдохновил поместить их в Библию. Наверное, это очень важно для нас. Если эти 8 слов постоянно повторяются, но что более важно, это то, что Иисус сказал их. Мы знаем, что все Писание Бога вдохновенно, но это слова Иисуса Христа. Может быть, вы знаете, о чем я говорю? «Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквям». Это во второй главе книги Откровений, стих 11. В седьмом стихе те же слова «Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквям». Иисус написал 7 писем к 7 церквям. Он вдохновил Иоанна, который был заключен на острове Патмос. Он был преследуем за свидетельством об Иисусе Христе. И эти 7 посланий все разные, потому что все церкви отличаются друг от друга, равно как и люди все различные. Когда люди говорят, что Бог сказал церкви, надо узнать, какой именно церкви было обращение. Каждая церковь имеет различную ситуацию, поэтому все обращения разные. Это хорошо помните. Потому что иногда люди говорят, что Бог сказал церкви. Он много говорил. К примеру, любите друг друга, также несите Евангелие по всему миру, непрестанно молитесь, имейте веру. Но когда доктор принимает больных, он не дает им 10 одинаковых рецептов. Нет. Но кончаются все послания церквям именно этими словами. Каждое послание церквям заканчивается одинаковыми словами. Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквям. И я хочу обратить ваше внимание, что когда мы читаем это, мы видим, что все эти послания адресованы церквям. И ангелу церкви скажи, как обращение к пастору или бишопу церкви. Они как бы обращаются к каждому индивидуально, не просто к церкви, не просто к лидеру церкви, но они выглядят как личное послание к кому-то специально. Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквям. Итак, мы видим, что в каждом послании присутствует фраза «Побеждающему дам», и далее написано «Разное, что они получат». Имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквям. Далее, «Побеждающий получит». Это значит, что существует конфликт или битва, что если есть победители, есть и проигравшие. Будут люди победители, и будут те, кто в конце концов, в конце дистанции, проиграет. Не правда ли? А теперь давайте соединим это все. Вы слышали, что Бог сказал, имеющий ухо да услышит, что Дух говорит церквям. И это предложение соединено с Его обетованиями награды. Как, например, «Будь победителем». «Не сдавайся, выиграй эту гонку». «Побеждай грех, прилагай к этому все усилия через Иисуса Христа». Все, что приходит из мира, предлагает усложнение плоти. Не слушай лживые доктрины и лжеучителей. Написано, что в вечности Он даст нам больше. И мы видим из этих посланий, что Бог говорит, потому что Он живой Бог. Иисус умер, был вознесен на небеса. И после десятилетий Иоанн получил это откровение. И в них живой Бог обращается со словами любви, поддержки, направления, предупреждения, и даже исправления. Дух говорит, Он живой. Он не что-то неопределенное, Он личность. Дух Святой называется как Он. Иисус называет, что Он придет. Иисус сидит по правую руку от Отца. И когда Он вернется, Он придет. Мы называем это второе пришествие Христа. Но пока тут для поддержания церкви присутствует невидимый Дух Святой. Дух Святой совершает всю работу и выполняет все направления с небес. Он говорит. Он общается. У нас есть живой Бог. Мне интересно, сколько людей в наше время поклоняются Богу в церквях, где нет ни малейшего знака присутствия Духа Святого, подтверждающего, что Бог жив. Это просто традиция, формальность, просто изучение доктрин, какие-то представления о Боге, вместо того, чтобы понять, что Бог жив, что Он говорит, нет, 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 это не часть моей исторической веры. Это не вмещает слова, имеющие ухода, слышать, что Дух говорит церквям. Но сейчас, в данный момент, я уверен в этом, как написано в этих посланиях, Дух обращается к семи церквям. И нам лучше послушать это, потому что, если мы не слышим, что Дух Святой говорит, как мы можем быть, в принципе, победителями? Вы видите связь? Если у вас нет персонального Божьего вождения, если у вас нет общения с Богом и связи с Ним через Духа Святого, как вы, в принципе, можете быть победителями? Он победитель, Он совершил победу, но если вы вдали от Него, вы не можете слышать, что Он вам говорит, как вы можете принести победу в вашу жизнь. Мы должны слышать, что Он говорит. Кто имеет уши? Что же это значит? Это фраза, которую использует Иисус для свидетельства, когда Он хочет сказать что-то важное, на что-то обратить наше внимание, сфокусировать наше внимание. Иными словами, послушайте внимательно, что я говорю. Сфокусируйтесь на моих словах. Это очень важно. Те, кто имеет уши. Когда мы слышим о слухе, о чем мы думаем? Мы думаем об ушах физических, правильно? Но это не то, о чем говорится в Библии. У вас могут быть уши с прекрасным слухом, и вы можете быть абсолютно глухим к Божьим вещам. Когда вы становитесь христианином и рождаетесь свыше, не только ваши грехи прощаются, не только у вас есть жизнь вечная, но вы становитесь также новым творением. И теперь в этом новом творении Божьем пребывает Его Дух Святой, потому что ваша вера в Бога. Вы становитесь членом Божьей семьи, у вас появляются новые духовные возможности. И два из них — это духовные глаза, через которые вы видите вещи, которые невидимы. Вера в этом заключается. Видеть невидимые вещи, и вы также можете слышать вещи, которые не измеряются в децибелах. Это духовное слушание. Вы читаете Библию, и Бог начинает говорить к вам, и вы начинаете слышать вещи, которые Он вам говорит через Слово. И вы никогда раньше не слышали ничего подобного. Ни христиан даже не понимают, о чем вы говорите. Я не понимаю. Я вижу только слова в этой книге. Нет тут больше никакого смысла. Как же это случилось с тобой? Я просто молился, чтобы Бог открыл мои уши. Я молился, чтобы Бог дал мне уши, чтобы слышать, как у рожденного свыше христианина, чтобы слышать, что Дух говорит, чтобы знать, что я жив во Христе, что моя религия не заключается только в том, что я хожу в церковь по воскресеньям. Представьте, Иисус умер на кресте не для того, чтобы у нас или у меня была возможность раз в неделю ходить в церковь. К сожалению, для многих людей вера в этом и заключается. Американская христианская система в том, чтобы ходить в церковь по воскресеньям. Куда вы ходите? Я хожу в Бруклинскую церковь. Но Бруклинская церковь не помогает вам. Иисус поможет вам. Любая церковь не поможет вам. Но Иисус, Он есть Царь Царей и Господь Господствующих. Он говорит к нам сегодня через Духа Святого. Но у вас должны быть уши. И больше я хочу сказать вам, те, кто имеет уши, пусть слышат иными словами, у вас могут быть уши, вы, может быть, рождены свыше христианином, но если вы не концентрируете и не слушаете, как вы можете слышать? Как вы можете слышать его? Бывали ли вы, когда в ситуации, когда кто-то говорит к вам, а вы отвлеклись в тот момент и не услышали, и человек говорит вам, ты что, не слышишь, что я тебе сказал? Я с тобой говорю, стою рядом с тобой. Ой, извини, я не услышал. Почему вы не услышали его? Потому что вы не слушали. Это со многим происходило. Со многими происходило. Я уже принял решение, что я не разговариваю с людьми, которые в это время разговаривают по телефону. Недавно я остановился, говорить и сказал, знаешь, что я подожду, пока ты закончишь разговаривать по телефону, а потом мы поговорим. Почему? Потому что если ты разговариваешь по телефону, как ты можешь меня слышать? Но если я на своем телефоне, как я могу сконцентрироваться на том, что ты говоришь? Если ты не хочешь со мной говорить, не говори. Может, хоть раз, можешь хоть весь день быть на телефоне. Это твое дело. Но если мы разговариваем, я хочу слышать собеседника и хочу, чтобы меня слышали. Итак, если у него есть уши, пусть слышит. Послушайте, сфокусируйтесь. И это привело нас к вопросу, что мы слушаем в течение дня. Я обращаюсь к верующим сейчас. Имеющие уши, пусть слышат. Что входит в вас и наполняет ваш разум и ваши сердца? Потому что то, что мы слышим, наполняет наши сердца и наш разум определенными мыслями, надеюсь, истинными, потому что слова приносят определенные мысли, и идеи входят в наше сердце и в наш разум. Но вы и я... Забудьте на минутку, что вы ходите в церковь по воскресеньям. Чем вы и я наполняем себя в течение дня? Что вы слушаете? Что я слушаю? О, мы слышим массу вещей. Мы слушаем то и другое. Мы слушаем новости. Мы слушаем людей. Чтобы жить, нам надо слышать нашими физическими ушами. но сколько нашего времени и нашей жизни мы отводим к тому, чтобы слышать, что Дух говорит нам? Или церкви? Или верующим? Или нашим семьям? Если мы переполнены другими голосами, как мы можем слышать, что Дух нам говорит? Если все, что мы слушаем, это наша культура, если все, что мы слушаем, это социальные сети, что они говорят, или что говорят новости или политики, как в принципе мы можем слышать, что Дух нам говорит, если все, что нас наполняет, это звуки, крики, ненависть, особенно из новостей или из социальных сетей, Фейсбук, Твиттер. Что там? Нам важнее, мы не можем ничего другого слушать. Нам то важно, особенно того, что Дух говорит церкви. Как мы можем сфокусироваться на нем? Я был в магазине недавно, и там гремела очень громкая хип-хоп музыка. С такими грязными словами я был очень удивлен, что они слушают эту музыку в публичных местах. Она была такой громкой, что когда продавец обратился ко мне, я не мог услышать его. Я сказал, извините, мне надо к вам поближе подойти, я вас не слышу, что вы говорите. Но не только я не мог слышать, он даже, он тоже не мог слышать, что я говорю. Все вокруг меня вопило этой музыкой. И если я буду находиться в этой атмосфере, я, пожалуй, не смогу слышать даже, что Дух мне говорит. Наверное. Но сверх этого, если это наполняет мою жизнь, мои мысли, эти слова, эти ценности, что угодно, это может быть все, что угодно, может быть политика, да что угодно, если это наполняет меня, если я это слушаю, то я точно пропущу, что Дух говорит церкви. И Иисус говорит, если у вас есть уши, слушайте, слушайте, что Он говорит вам. Вашей церкви, вашей семье. Он говорит, я люблю вас, я не причиню вам зла. Как вы, ну, как вы, как вы можете заглушать мой голос и при этом говорить, что вы любите меня? Я слышала в одном истории происшествия с молодым человеком в нашей церкви какое-то время назад. Одна девочка преследовала его, постоянно не давала ему проходу, он не обращал на нее внимания, но она не оставляла своих попыток привлечь его внимание. Это правда? Это был умный мальчик. И он поступил, может, не очень красиво, но очень умно. Он сказал ей, хорошо, ты хочешь, чтобы я был твоим бойфрендом, я им буду, но только при одном условии. Ты никогда не приблизишься ко мне и никогда не будешь со мной говорить. И представляете, она согласилась? Ей достаточно было просто говорить всем, что это мой бойфренд. Я был поражен, когда услышал эту историю. Может, это не очень красиво, но не выглядели наши отношения иногда таким же образом. Мы используем друг друга для сексуальных, физических, материальных вещей или для повышения нашего статуса, потому что человек обладает определенным влиянием, но нам вообще неинтересно с ним быть рядом, обращаться, нам не хочется с ним говорить. Но Иисус говорит, я люблю вас. Если у вас есть уши, слушайте, слушайте, что я говорю вам, и тогда вы будете победителями, если вы будете слушать то, что Дул говорит церквям. Какое первое значение мы видим в этом предложении? Первое значение – это кто имеет уши, давайте возьмем, к примеру, Ефесскую церковь или Смирнскую церковь, второе послание. Имеющие уши, пусть слышат, что Дух говорит о этой церкви. Эфесской церкви в книге Откровения 2 глава. Это была хорошая церковь, и он хвалит ее за многие вещи, но он говорит, я имею против тебя то, что ты потерял свою первую любовь, теперь покайся, потому что между нами образовалась дистанция. И, между прочим, я знаю, что ты ненавидишь дела определенной группы людей, которые называют Николаиты. Я тоже их ненавижу. Видите, если вы слушаете, что Дух вам говорит, вы узнаете вещи, которые Иисус ненавидит, и мы тоже должны ненавидеть это. Это кажется странным. Если мы любим, поддерживаем вещи, которые он ненавидит, Он ненавидит их, потому что они ненавидят и гонят людей, которые он любит. Это первое значение. Если у вас есть уши, слушайте, что Дух Святой говорит. И 2 церковь Смиренская, всем остальным церквям, всем семью церквям, они все имеют что-то общее. Побеждающему дам приз. Тому, кто выиграет гонку, я дам, кому-то я дам корону жизни, я дам вам это, я вам дам другое, на вечно, не на один год пандемии. Как может сравниться один год пандемии с вечностью, без времени, бесконечности, которая никогда не закончится, вечная и бесконечная? Вы знаете, за что мы воюем? Вы хотите быть победителем? Я хочу быть победителем. Я не хочу потерять свою награду, хочу победить. Хочу быть победителем, мне надо слышать, чтобы быть победителем, мне надо слышать, что Дух говорит. Давайте пойдем немножко глубже. Если Дух говорит к семи церквям, которые существовали, тогда и к их лидерам, то не более ли Дух говорит в наше время? Существует определенное учение людей, которые имеют определенные доктрины. Они верят, что все в прошлом. Что Дух не говорит больше, потому что Он только однажды говорил, Он дал нам мебли и все на этом. И все, что происходит больше этого, это фанатизм, эмоции или демоническое влияние. Но у меня другой взгляд на это. Потому что если тем церквям надо было слышать, что Дух говорит им, то что нашей Бруклинской церкви не надо? Вы что думаете, нашим церквям, нашим лидерам не надо слышать, что Дух говорит, как нам анализировать вещи, происходящие в наше время, и что нам этого не надо, это только для них, а мы сами разберемся с вещами, да? Если Дух Святой сказал Павлу и Варнаву, Павлу и Силе отправляться на миссию, ведь это Дух Святой сказал им туда идти. Нам это не надо сегодня? Как тогда мы можем знать, куда идти? Просто наугад, тыкнуть пальцем в карту? Конечно, нет. Дух Святой не дает нам новых доктрин. Канон Писания был завершен. Это единственный закон нашей веры и доктрин. Кто-то сказал, что если кто-то говорит то, что противоречит Библии, не верьте этому. Это может быть демонические вещи. Но что я хочу сказать здесь, это Дух продолжает говорить. Конечно, Он говорит. Без сомнения, Дух Святой ведет свою церковь. Без сомнения, Он дает церкви откровение от Бога, потому что она является телом Христовым. Поэтому Дух продолжает говорить. Вы не узнаете, что вы будете удивлены, но Он не говорит, Его многие христиане даже о постарах не слушают. И для многих постаров надо дать людям доктрины. Послушайте их теперь, а потом можете идти кушать. Дух не может контролировать служение, потому что у вас расписано каждую минуту, три минуты на это, минуты на это. Мы не можем ничего прервать, потому что служение пойдет не в том направлении, которое мы задумали. У нас все запланировано, нам надо людей отпустить вовремя домой, потому что они могут не вернуться на служение следующее, если собрание задержится. Представляете, собрание задержится. Как это вяжется с тем, что будет происходить на небесах? Это точно, они точно не понимают, когда ты приходишь к живому Богу, и ты позволяешь Ему говорить через это слово или молитву. Это может изменить твою жизнь в один день. Я встречался с одним бизнесменом, он был моим другом, он как-то пожертвовал миллион долларов нашей церкви раньше. Он жил в другом городе и не мог посещать нашу церковь, но он дал эти деньги в тот момент, когда нам надо было. Он сказал, я слушал песню, которую пел ваш хор, и Бог проговорил ко мне во время этой песни. Он сказал мне сделать это, что являлось огромной финансовой потерей для всей моей семьи. Но я подчинился. И он сказал, я буду посылать вам каждый месяц по 100 тысяч долларов, каждый месяц в течение 10 месяцев. Я пожертвую вам миллион долларов. Дух сказал ему это сделать. Какое счастье, что Дух Святой жив и может говорить к нам сегодня. Мормоны, свидетели Егова, все, что у них есть, это доктрины. У нас есть не только доктрины, но у нас есть живой Христос. Итак, перед завершением, в завершение, если Дух продолжает говорить к нам, вопрос, кто его слушает, важно не только, что Дух говорит, но также, кто его слушает. У кого есть уши, слушай, слушайте, что Дух говорит церквям. Он говорит нам. И вот я хотел спросить вас. Я закончу проповедь несколько иначе сегодня, чтобы мы могли просто молиться и слышать. Я хотел спросить, когда в последний раз вы отвечаете искренне, когда в последний раз вы можете сказать, пастор, Дух Святой говорил ко мне. Я не говорю, пример, бросай все, езжай в Бангладеш, не впадайте в крайность. Но я говорю, Дух Святой говорил к моему сердцу. Через слово, через тихий голос внутри, через песню, через кого-либо другого. Знаете, много лет назад, когда я ехал на машине с моей старшей дочкой, которая в то время была 4-5 лет, мы возвращались из церкви, я был один в машине с ней, мы тогда жили в Нью-Джерси, и я только начал быть пастором в Бруклинской табернаку церкви, это был один из обычных дней. В церковь приходило, может быть, 5 человек на молитвенное повторник, и мы, может, 17 человек в воскресенье. Я возвращался домой в Нью-Джерси, где я жил, и я, наверное, был настолько отвлечен от дороги, продолжая думать, что делать дальше, как выкручиваться, потому что пожертвование было 7 долларов, как содержать церковь, и я ехала, размышляя, и она лежала на переднем сидении рядом со мной, положив голову ко мне на колнение, и вдруг, неожиданно, она подняла голову и сказала, «Папа, осторожней, ты слишком быстро едешь». И я взглянул на спидометр и испугался. Я сбросил скорость и подумал, о чем я думал, настолько отвлекаясь от дороги. И что, с ума сошел? Никогда не скажете, что это просто маленькая девочка. Это Бог говорил ко мне, «Сбавь скорость, следи за скоростью, это небезопасно». Когда в последний раз Господь говорил к вам и ко мне, чтобы мы могли сказать, «Бог говорил ко мне во время служения или во время прославления», как прекрасно, когда Он говорит к нам. Когда Он говорит к вам через Своё Слово или иным путём, вещи, происходящие в этом мире, растворяются, они улетучиваются. Когда вы слышите, как вокруг ругаются, поливают друг друга грязью, люди в новостях, в социальных сетях, критикуя друг друга, «Я ненавижу тебя, а я ненавижу тебя», «Я уничтожу тебя, ты исчадия ада» и всё тому подобное. Мы закрываем свои уши от этого, говорим, «Господь, я хочу домой, я просто хочу туда, где покой и радость». Но пока мы ещё на этой земле, мы должны жить с тем и быть победителями. И чтобы помочь вам, заметьте, я не могу заменить его голос, я не кто, я обычный человек. Но что я могу сделать с Божьей помощью, только это направить вас понять его истину и вдохновить вас. Церковь, откройте ваши уши и слушайте, что он говорит вам о вашей жизни. Вы спрашивали его, что он чувствует, спрашивали, что он думает о вашей жизни, о вашем настроении, о вашем отношении к вашим врагам. Вы слышали? Слышите, что он говорит об этом? О ваших выборах, о решениях, которые вы принимаете, они могут эффект иметь на всю вашу жизнь. «Ой, я не хочу жить здесь, давай я перееду туда». А вы спрашивали, что он думает по этому поводу. Вы не сможете найти место в Писании, где было бы написано «Переезжай в штат Монтана». Нет, «Монтана» — слово в Библии. Но у Бога есть свой план на вашу жизнь. Как Он сообщит вам про это? Кроме того, что вы слушаете и слышите Его голос? Я не могу передать вам, сколько раз Он помог мне и говорил ко мне, и водил, и оберегал меня. И сколько раз я пропускал это? И сколько раз я принимал глупые решения? «О, да». Но Он всегда был таким терпеливым. И теперь, пока эта музыка играет, если бы я был на вашем месте, я бы сказал, «Хорошо, те из вас, кому надо уходить, уходите тихо, но те, кто остается, останьтесь на минуту». Те из вас, кто по-настоящему хочет услышать голос Духа Святого, вам надо слышать голос Бога. Вы все, мы все должны слышать голос Бога. Имеющие уши да слышат, что Бог говорит церквям. Выходите к алтарю и просто ожидайте. Вам не надо сейчас громко молиться. Часто, когда вы громко молитесь, вы слишком много говорите и не слышите Его голос. Молитва бывает разная. Не только рассказывать Богу, но и также слушать Его. Я бывал на таких сильных служениях, что как пастор, и также, когда я был ребенком, просто ожидая Бога. Говори, Господь, твой слуга слушает тебя. Закройте ваши глаза со мной. И минуту или две просто слушайте Его голос. Откройте свою жизнь, свое сердце и просто ожидайте. Господь, открой мои уши, чтобы я мог слышать тебя. Я слушаю. Нас весь день отвлекают разные голоса. Кто-то сказал, лекарства от 95% наших проблем можно найти, просто сидя в своем кресле одному с открытой Библией на руках, чтобы никто не отвлекал вас. Это решило бы много проблем. Слушайте его. Эта музыка будет играть какое-то время. Я сейчас закончу это служение. А вы, если хотите, можете оставаться здесь сколько хотите, пожалуйста. И не отвлекайтесь, просто слушайте его. Он любит вас и никогда не причинит вам боли. Он своей рукой убирает что-то, потому что это плохо для вас. Господь, спасибо, что ты продолжаешь говорить к нам, что ты любишь нас, что ты помогаешь нам слышать, и что твой дух говорит к нам. Аминь.